всем огромный привет добро пожаловать в новый влог сегодня во влоге у нас будет и мотивация будут и покупки мои покрасим с вами мою головушку покажу и расскажу чем я занимаюсь по ночам поэтому кому интересно оставайтесь со мной подписывайтесь кто не подписан обязательно ставьте лайк пишите свои комментарии всем приятного просмотра субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Покажу вам покупки. У нас вечер, я уже в баню сходила с сырыми волосами, лежу, отдыхаю и смотрю, девчонки в группе выкидывают, что в светофор привезли помидоры, огурцы, редиску, короче, овощи. Поехала бегом, пока, думаю, не разобрали, потому что такое дело, завтра там может уже ничего не быть. Взяла помидорки, 200 с чем-то рублей стоят, огурчики, они такие вот малышики, огурчика взяла, редисочки, огурцы 100 с чем-то рублей, редиска, по-моему, 183 рубля за килограмм. И пекинской капусты качан взяла, но меньше не было, я уже и так смотрела, там выбирала, на склад меня запустили, на склад, иди, говорит, выбирай. Вот самый маленький выбрала, здесь он еще в пергаменте, не разматывала я его. Так, сливки взяла для кофе, молока не было, взяла сливки, бутылку минералки взяла, думаю, может окрошечки завтра сделать с редисочкой, со свежим огурчиком, посмотрим, может так выпью. Так, взяла еще мешок земли, 65 литров, грунт, цена, не помню, 200 с чем-то рублей, 65 литров стоит, взяла, мне нужно же рассаживать уже помидорки, и надо землю, взяла грунт, взяла вермикулит, вермикулит, по-моему, 94 рубля, и 91 рубль перлит. По горсточке этого, этого, в почву, все это, ну, короче, будем пересаживать помидорки, рассаживать. И все, больше я ничего не покупала, это все покупочки мои. Решила сегодня постирать тряпки из машины, мыла машину, наконец-то помыла машину, и все вот эти тряпки, видите, какие они чумазые, это стекла мыла, и вот эта варежка, это вообще натирать полиролью панели в салон, она такая, знаете, как, ну, жирноватенькая такая, ну, в полирольке вся, видите, тряпки какие грязные, чумазые, они у меня застыли, на улице оставляла, забыла занести. Так, ну, все буду по стандарту делать, вот в этом кислородном пятновыводителе сейчас замочу, пару ложек насыплю, кипятка налью, потом туда помещу эти тряпки. И, ну, видите, да, какие они грязнючие, посмотрим, как брендфри справится с этими, с этой грязью, с этими пятнами, с вот этим всем, особенно меня интересует вот эта варежка, как она отстирается. Ну, в принципе, и все, полежат они, не знаю, может, там час-два полежат, помокнут в этом растворе, а потом в машинку закину и перестираю их. Постирала я свои тряпочки, они уже высохли, смотрите, варежка вся отстиралась, все отошло отлично. Вот такая мягенькая. Так, дальше, вот эта вот тряпочка тоже, в принципе, она практически вся отошла, вода была грязнющая вообще просто. Ну, тут какие-то пятнышки остались. Опять же, перкарбонат, вот, да, вот этот кислородный пятновыводитель, он выводит только органические пятна. То есть, если какая-то неорганическая грязь, то, возможно, и не отстирается, да. Ну, в принципе, все нормально. Единственное, вот эта вот тряпочка, ну, она у меня уже до того старенькая, просто она в хорошем состоянии, только что у нее цвет такой. Ну, машину мыть пойдет где-то там что-то нормально. Вот она, как бы пятен-то нет, но цвет у нее, видите, такой не розовый, а серый. А пятна, по сути-то, отстирались. Так, ну, и эти, вот эти вот. Кстати, вот эти я покупала в фикс-прайсе в автомобильном отделе. Девчонки, обалденные тряпки и для уборки, и машину. Вот у меня вот эта вот тряпка именно из машины, длинненькая. Тоже, посмотрите, вся она отстиралась, чистенькая. А вот эти две, это у меня дома, я ими убираюсь. Пыль протираю. Классные, мне они очень нравятся, они никаких разводов не оставляют, пыль хорошо собирают. Классные тряпочки. И присмотритесь, вот в этом фикс-прайсе в автомобильном отделе я брала. Они, поближе вам покажу, вот такие. Мягенькие такие. Ну, других цветов я не видела, только такие. Но вот единственное, что две у меня квадратные почему-то, а одна, вот я ее, чтобы не путать, определила в машину. Она длинненькая такая, по размеру получилась, не квадратная. Но тряпки классные. Вот эти мне очень нравятся. Поэтому я их и набрала, и для уборки, и в машину. Где-то панель протереть, пыль протереть в машине. Элементарно также и стекло в машине помыть. Ну, короче, вы меня поняли, да? Присмотритесь к таким тряпочкам. В принципе, справился кислородный пятновыводитель. Все нормально отстиралось. Я говорю, меня вот эта варежка больше всего волновала. Она в этом была. Я же вам говорила. В полирольке. Она такая маслянистая. Матовая полироль у меня для панелей. И вот, смотрите, все отстиралось. Все чистенько. Можно дальше пользоваться. Девчонки, у нас время. Десять минут двенадцатого. А чем я тут занимаюсь? О, тут меня ожидающий ждет, когда я освобожусь, парнишечка. Короче, что я хлеб пеку. Здесь мне осталось сколько тут? Восемь минуточек. Пеку безглютеновый хлеб. Вообще, я сегодня не планировала этим заниматься абсолютно. Ну, так получилось. Я решила сделать желе. У меня была готовая смесь для желе. Полезла доставать из шкафа. И увидела, что у меня стоит вот смесь для выпечки хлеба. Для выпечки бородинского хлеба. И у нее уже срок годности, если честно, вышел. Я открыла, но смесь сухая, хорошая, все, ну, как бы нормально. Думаю, попробую. Получится, получится хлеб. Ну, смотрю, хорошо поднялся, прям замечательно. Здесь, в принципе, нужно было только добавить водичку, две столовые ложки растительного масла и, по-моему, семь грамм дрожжей быстрых. И все. Ну, и знаете, тоже, вот получается, вот эта вот смесь стоит, где-то она рублей 70-76, где-то плюс-минус, ну, вот так она стоит. Ну, стоила на тот момент, когда я покупала, по крайней мере. И тоже, вот я думаю, получается, а смесь, что в эту смесь входит? Мука, соль и сахар. Все. Плюс свое масло добавляем, плюс добавляем дрожжи и электричество тратим, да. Как бы, ну, вообще небюджетно выходит выпекать хлеб из такой смеси. Муку я заказала на Валборис, ржаную муку. Вот, не буду врать, я не помню, там, 2 килограмма или килограмм 77 рублей. Но даже если 1 килограмм стоит 77 рублей, из него сколько можно хлеба напечь? Ну, вообще, вот, ну, нифига небюджетно получается вот с этой смесью. Ну, сейчас хлеб допечется. Я уже не буду его сегодня разрезать. Положу его под полотенечко и пусть остывает он хорошенько. А завтра уже, завтра я его разрежу и посмотрю. Хотела посыпать еще сверху этим. Ой, господи, как оно называется? Вот это вот, вот это вот. Кориандр, да? Вот. Хотела им посыпать, но что-то я забыла. Ну, а там в смеси есть, кстати, кориандр. Ну, ладно, думаю уже, пусть так будет, как будет. Получился, главное. Ну, вижу, что поднялся хорошо. И как бы посмотрим. Булочку покажу потом, а завтра уже в разрезе покажу. Девчоночки, достала я хлеб, приготовился. Ну, смотрите, он прям поднялся хорошо. Такой, а что интересно здесь в составе за мука? Пшеничная, ржаная, обдирная, сахар, солод. Ну, конечно, хорошо бы было, чтобы здесь ячменная, солодовая мука еще есть. Хорошо бы было, чтобы здесь не пшеничная была, а, не знаю, или кукурузная, или рисовая. Ну, ладно, что есть, то есть. Получается, вот здесь доставала крюк, и кусочек вот оторвался, я попробовала. Вкусный, настоящий бородинский хлеб. Прямо это, ну, он еще прям горячий-горячий, и такой пышненький, мягенький. Ну, классно. Ну, все, я его сейчас в полотенчика, и пусть он у меня до утра остывает. А сейчас я достану из морозилки красную рыбку, которую солила. Я два кусочка заморозила, и утром на завтрак с черным хлебушком бутербродик с красной рыбкой. О, вкуснятина мне будет. Ну, вот хлебушек уже у меня на следующий день. Все пропеклось. Ароматный, вкусный бородинский хлеб получился. Сейчас буду делать бутерброд с рыбкой и кушать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...